Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники радиосвязи. Дата для празднования выбрана не случайно. Именно в этот день, 7 мая в 1895 году, Александр Попов продемонстрировал первую в мире беспроводную радиосистему. Это изобретение стало отправной точкой развития телевидения, мобильной связи и интернета. В этом году одному из главных изобретений человечества исполнилось 124 года. И оно до сих пор не теряет свою актуальность. В этом убедилась наша съемочная группа. Сегодня она побывала в гостях у наших коллег на радио Север-ФМ. Всем привет, дорогие друзья. Начинаем мы прямой эфир. Настя, привет. Боря, привет. Всем привет. Ну что, поехали. Сегодня у нас 7 мая, а это значит... Сегодня, дорогие друзья, день радио. Свой профессиональный праздник небольшой, но дружный коллектив радио Север-ФМ отмечает на работе. Сюда они всегда идут с огромным удовольствием. Признаются, радио давно стало неотъемлемой частью их жизни. У меня самый лучший коллектив на свете. Вот это серьезно. Мне кажется, это мечта любого человека – работать в мужском коллективе, потому что здесь нет вот этих ненужных каких-то сплетен, обсуждений. И как бы мы с ребятами довольно-таки долго вместе работаем. И у нас, ну, наверное, больше... Семья, что ли, такая вот своя, небольшая. Самый старший в этой семье звукорежиссер Виктор Талеев. Вместе с Борисом Зазуля они одними из первых стояли у истоков радио Ненецкая ТРК. Тогда известно многим дорожным радио Наринмар-ФМ. Сначала было дорожное радио Наринмар-ФМ, потом появилось радио России. Вот. И в отличие от сегодняшнего нашей радиостанции, у нас были врезки. То есть у нас были пятна... Каждый час по три минуты врезки. Пятнадцатые, сорок пятые минуты. И какие-то программы там на тридцатых минутах. То есть у нас не было полноценного своего эфира. И был также прямой эфир с 12 до часа. Мария Владимирова была. Вот. И вот буквально, наверное, года три назад возникла идея о создании своей радиостанции «Север-ФМ», которая будет вещать 24 часа в сутки собственное вещание. В это сложно поверить, но сегодня над наполняемостью 24-часового эфира радио «Север-ФМ» трудится всего четыре человека. Два звукорежиссера и два ведущих. Их объединяет любовь к работе, трудолюбие, креативность и чувство юмора. Ну, я вообще... Мне еще в институте, в университете преподаватель сказал, что если вы хотите придумать свой псевдоним, псевдоним должен охарактеризовать человека. Я подумал, почему не шел? Все-таки я же профессия у меня такая, шоумена. Вот. Кстати, всем, кто думает, почему шел, вот почему шел. С чего начинается твой рабочий день? С того, что я беру на руки сына. Рабочий день? А, рабочий. Я думал, рабочий, в смысле, вообще день. Утро радийщиков начинается с поиска новостей и верстки выпуска, записи звука и его обработки. Не менее ответственная работа и у музыкального редактора. Формат нашей радиостанции – это contemporary hit radio. Это то есть самая популярная музыка, хитовая, только хиты. Вот. Поэтому мы отслеживаем всю эту музыку, мы следим за новинками, мы следим за модой, за современной поп-культурой. И все это мы вносим в нашу радиостанцию. Вся эта работа для простого обывателя остается за кадром. В эфир выходит только готовая продукция, за исключением прямого эфира. И с ним у радийщиков связаны самые яркие воспоминания. Раньше мы вещали, немножко по-другому была устроена система, и периодически приходили сбои. Ну, как бы наши слушатели знают, да, что периодически там мы обрубались там на полусловие, шла какая-нибудь совсем другая музыка. Ну, вот был примерно такой же прямой эфир, все было прекрасно. Мы сидели, у нас было очень хорошее настроение, все так было здорово, мы что-то обсуждали, слушали классную музыку. Все такие на позитиве, и два часа отвели, выходим с новостей и начинают приходить смс-ки. А почему не было прямого эфира? И мы такие, в смысле, не было прямого эфира? Как не было? Подошли, и оказалось, что мы вещали в резерве все эти два часа, то есть люди нас не слышали. Мы просто для себя поболтали два часа, а люди слышали просто резерв музыку, который был такой. Не обидно было? Было обидно, но это вот сейчас воспринимается как казус. Мы очень долго смеялись, конечно, потом. В этом году радио «Север-ФМ» отметила свое двухлетие. Ребята строят большие планы относительно своего будущего, но сегодня принимают заслуженные поздравления. От имени собраний депутатов, от окружных депутатов, от всех депутатов, подчеркиваю, от всех фракций, мы сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником. И вы люди творческие, поэтому мы хотим, чтобы у вас, в вашей жизни, в вашей профессии был большой и серьезный успех. День радио – это профессиональный праздник не только для радийщиков, но и связистов.